В эфире РБК региональный блок новостей. Мы вещаем из Аталия Шаратон-Клаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. На международной неделе бизнеса пройдут больше 50 секций и круглых столов по актуальным вопросам господдержки экспорта. Об этом сообщают организаторы. Напомню, масштабный форум стартует уже завтра, 22 ноября. Предполагается участие делегаций из 15 стран мира, в том числе Китая, Казахстана, Турции, Узбекистана, Белоруссии и других. Рассмотрят тренды развития бизнеса в условиях затяжного конфликта с западными странами и адаптации рынков при санкционном давлении. По мнению экспертов, актуализировалась роль отдельных регионов, страны и их активность в международном сотрудничестве. Башкортостан готов продемонстрировать свой опыт в этих вопросах, заявил заместитель руководителя Ассоциации инновационных регионов России Дмитрий Митрошин. Международная неделя бизнеса продлится до 1 декабря. В ее рамках также состоится церемония награждения победителей Всероссийской премии в сфере деловой тележурналистики «Тэфи Капитаус». Рост стоимости патента для иностранных работников обеспечит поступление в бюджет Башкортостана почти 600 миллионов рублей. Пересмотреть коэффициент в сторону увеличения депутата Госсобрания Республики планируют на пленарном заседании 23 ноября. Законопроект получил положительное заключение главы Башкортостана. Напомню, стоимость патента на иностранную рабочую силу в 2024 году может вырасти на 15% до 5400 рублей. Минтруда Республики ранее отметили, что это позволит уравнять доходы российских и иностранных граждан, выполняющих одну и ту же работу и защитить интересы соотечественников. С другой стороны, это сбалансирует спрос и предложения на рынке труда. Ведомстве также подчеркнули, приток трудовых мигрантов в республику продолжает восстановительный рост после пандемии коронавируса. Пик приезда в регионы рабочих из других стран пришелся на 2019 год, когда в Башкортостане трудились почти 27 тысяч мигрантов. В 2020 году приехали 10 тысяч, в 2022 более 17, а по итогам 10 месяцев 2023 года почти 18,5 тысяч. Больше всего иностранных работников задействовали в строительстве, где средняя зарплата составляет 52 600 рублей, и в сельском хозяйстве, где размер выплат в среднем 38 200 рублей. Башкортостан получит 94 миллиона рублей с федеральной казны на частичную компенсацию выпадающих доходов регионального бюджета от применения инвестиционного налогового вычета. Всего между 32 регионами распределили более 2,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Из регионов Приволжского федерального округа в число получателей также вошли Удбуртия, Пермский край и Нижегородская область. Наибольший объем дотации предусмотрен для Краснодарского края – 416,5 миллиона рублей. Инвест-вычет – один из механизмов поощрения активности в регионах, где он действует. Предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет. Субъекты могут возместить до 200 миллионов рублей за каждую компанию, которая воспользовалась этой мероподдержкой, при условии, что инвестор не связан с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансовыми и страхованием. Премьер Михаил Мишустин отметил, что механизм инвестиционного вычета помогает компаниям сократить расходы на покупку и модернизацию основных средств, снизить затраты на проект и быстрее его осуществить. Совет законодателя рекомендовал Госсобранию Башкортостана снять с рассмотрения документ с поправками в закон о недрах и не вносить его в Госдуму. Депутаты предлагали дать регионам полномочия по выдаче лицензий на добычу золота рассыпным способом до 100 килограммов. Сегодня золотодобывающие организации получают лицензии на федеральном уровне, без согласования с властями регионов и муниципалитетов. В Госсобрании Башкортостана отмечали, что недобросовестные пользователи проводят работы, влекущие причинение вреда окружающей среде. Поправки же позволили бы решить проблему добычи золота варварским методом. В свою очередь, по данным РБК УФА, Совет Законодателя указал, что включение участков недр с рассыпным золотом к участкам местного значения на основании подсчета запасов может привести к их умышленному занижению или завышению. Это приведет к развитию теневого оборота золота и к выпадающим доходам федеральной казны. Желание федеральной власти иметь стопроцентный контроль как за добычей, так и за оборотом. Ведь не зря же Россия – это единственная страна в мире, озаботившаяся созданием государственной интегрированной системы прослеживания драгоценных металлов и драгоценных камней на всех этапах оборота. ГИС ДНДК называется такая система. Поэтому Росметра осматривает передачу полномочия регионам по выдаче лицензий на добычу ДНДК как некую частичную утрату такого централизованного контроля. По словам аналитиков в области промышленности, на федеральном уровне все же можно было рассмотреть инициативу Башкортостана, чтобы учесть интересы центра и региона и обеспечить их баланс в сфере недропользования. Эксперты отмечают, что власти региона могли бы обеспечить контроль за ситуацией с добычей золота не хуже профильных федеральных ведомств. Приоритетным инвесторам в Башкортостане добавят субсидии на 400 миллионов рублей. Правительство республики перераспределит бюджетные средства, выделенные на развитие экономики в следующем году. Так, асигнования, которые предназначались для финансирования государственных строек, направят на субсидии приоритетным инвестпроектам. Средства пойдут на компенсацию затрат на развитие инфраструктуры. Соответствующие поправки внесут в республиканскую адресную программу до 2025 года. Размер поддержки зависит от суммы инвестиций. Так, если компания вкладывает от 1 миллиарда рублей, она может получить возмещение до 500 миллионов. При сумме инвестиций от 500 миллионов до 1 миллиарда размер компенсации не превысит 250 миллионов. Если объем капиталовложений составляет от 10 до 500 миллионов рублей, то компания сможет вернуть не больше 125 миллионов рублей. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.